Журнал лучшей компьютерной игры представляет Субтитры создавал DimaTorzok Skyrim в конце долгого пути Давным-давно под небом имперской провинции Тавриэля у южных рыжих берегов началась история Клуба игропутешествий. С тех пор он обошел много миров и показал много удивительных, красивых и чудесных уголков. Сегодня свершился полный круговорот. Клуб игропутешествий вернулся в Тамриэль, чтобы сделать шаг в заснеженный Скайрим, в землю дракаров и драконов. Здесь линия горизонта изломана горными грядами, и склоны гор почти не видны за шапками облаков. Здесь между скалами лежат длинные и извилистые тропки, и каждый неверный шаг над пропастью может оказаться последним. Половина Скайрима покрыта вечным снегом. Над ним метет поземка, и промораживающий до костей ветер несет снег над долинами и скалами. Холоднее всего на севере провинции, где начинается океан. Здесь берега покрыты льдом, и по ним ползают клыкастые хоркеры. А там, за пеленой тумана, далеко-далеко на севере от Мора – таинственная земля, откуда пришли в Тамриэль предки современных нордов. Северный берег Скайрима хранит немало тайн – мрачных и зловещих. Тут встречаются остатки кораблекрушений. У берегов лежат как большие транспортники, так и узконосые дракары. На востоке же, у самой границы с Моровиндом, город Винтерхольм так и не оправился после катастрофы. Много лет назад его большая часть обрушилась вместе со скалой в море. Чудесным образом уцелел колледж магии. И это, конечно, не прибавило у местных жителей любви к его обитателям. Среди седых заснеженных скал трудно найти признаки цивилизации. Даже полуразрушенные каменные постройки старых нордских гробниц сливаются с пейзажем. Мелькнет иногда меж камней мрачный монумент, или вдали покажутся костры имперского лагеря, где легионеры отдыхают после дальнего похода по неспокойной провинции. Здесь, над перевалом, вместе диком и уединенным, стоит статуя Азуры – божества Истамриэльского пантеона, королевы рассветов и закатов. Чтобы прийти и поклониться ей, надо преодолеть опасные перевалы, и способны на это лишь самые стойкие. А изредка у подножий гор встречаются странные сооружения. Входы в руины двемеров – странного народа эльфов, выбравших когда-то путь технического развития. Их машины и механические стражи работают до сих пор. Но сами двемеры исчезли неизвестно куда много веков назад. Самое знаменитое место в Скайриме тоже занесено снегом и закрыто облачной пеленой. Это гора, самая высокая в провинции. Дорога на ее пик по 7 тысячам ступеней опасна и трудна, но там, у самого пика, стоит уединенный монастырь – высокий Хротгар. В нем седобороды и старцы медитируют и постигают древнюю нордскую магию голоса. Дорога на самый пик закрыта от простых смертных с завесой магического ветра. И мы бы сказали, что с него открывается удивительный вид. Но, увы, гора так высока, что пейзажи вокруг тонут в тумане и облаках. На западе и юге Скайрима снежный покров уступает место заросшим рыжей травой холмам и хвойным лесам. Из-под земли здесь местами пробиваются горячие источники. Они согревают землю, но при этом отравляют ее. Их испарения убивают замешкавшихся крупных животных. И далеко не всякие растения выдержат отравленный воздух. Посмотрите на эти высохшие деревья. Отсюда видна знаменитая скала, на самом верху которой построен главный город Скайрима, знаменитый Солитью. На языке нордов — Хаафингар. Костер-маяк на каменной башне указывает кораблям вход в гавань. Сама скала, на которой стоит город, похожа на корпус огромного корабля, рассекающего пейзаж. Корабли проплывают прямо под городскими зданиями. Трудно поверить, что камень способен выдержать тяжесть зданий. Под ним даже находиться страшно. Кажется, что он вот-вот обрушится. Внутри городских стен тесно. В архитектуре здесь заметно имперское влияние. Но никакой роскоши вы тут не увидите. Серые каменные стены поросли мхом. Это вам не имперский город. Это Скайрим. Север есть север. Даже к югу от столицы, где кончаются сернистые источники и начинается Великая Равнина, она все равно прорезана скалами. Они тут повсюду. Скалы — настоящий пейзаж Скайрима. А пожухлая трава и ели лишь ютятся там, где смогут уцепиться за клочок плодородной земли. И также ютятся у скал нордские деревушки. Низкие и толстые каменные стены должны беречь тепло. А тяжелую многослойную двускатную крышу подпирают с двух сторон огромные бревна. Внутри дома нордов тоже устроены одинаково. Камень, бревна, шкуры животных вместо ковров и скаты крыши прямо над головой. В крупных домах и придорожных тавернах длинный очаг располагают в центре помещения. Он греет дом и на нем же готовят. Но и здесь не найти второго этажа или мансарды. Над головой у хозяев и постояльцев те же соломенные скаты крыши. Издалека видны на равнине и в предгорьях мегалиты древности. Они торчат тут словно кривые зубы, обозначая то место захоронения великого воина, то древний курган, о котором уже никто ничего не знает. Старые каменные постройки порой уже не отличить от скал. Места здесь дикие. На дорогах порой попадаются разбитые телеги и останки неосторожных путешественников. И нельзя даже сказать, кто постарался. То ли грабители, то ли некроманты, то ли нежить из местных курганов, то ли дикие звери, решившие, что эта добыча будет полегче, чем пугливые северные олени. Бандитов можно встретить где угодно. А их лагеря, огражденные чистоколом, часто стерегут входы в тайные пещеры-убежища. Полуразрушенные замки тоже частенько заняты бандитами, а то и кем-нибудь похуже. Самые старые обитатели этих мест – огромные мамонты и гиганты, их пастухи. Они бродят по долине и жгут огромные костры на своих стоянках. Но, несмотря на грозный вид, гиганты и их звери не очень опасны, если, конечно, их не злить, не подходить к стоянкам и не дергать мамонтов за хоботы. Они даже способны помочь нам в бою. Не по доброте душевной, а просто потому, что возня отвлекает их от возвышенных размышлений. А пара великанов легко застукает дубинками даже дракона, если он будет неосторожен и спустится к ним. Есть своя суровая красота в равнинах и холмах, ущельях и водопадах, узких реках и мелких порогах, где в водяной пене скачет лосось. Но еще красивее южные окраины Скайрима, где хвойные леса уступают место березовым рощам. Посмотрите, сейчас здесь царит золотая осень. Словно и нет совсем рядом вечной мерзлоты и царства серых скал. Но красивее всего Скайрим ночами, когда на небе появляются звезды и луны, крупная масса и меньшая секунда. Они такие же, как и на юге, в имперской провинции. Но потом небо меняется, на нем появляется зеленая вуаль северного сияния. И здесь, под ночным небом Скайрима, под его северным сиянием и знакомыми созвездиями, клуб игропутешествий прощается с вами. И пусть в вашем сердце навсегда останется место для романтики странствий. Играйте и путешествуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok